Всего 7 индивидуальных жилых домов для работников, проживающих в сельской местности, построили в Усть-Майском районе. О том, как ведется строительство жилья для жителей села, в районе расскажут наши корреспонденты. Глава района посетил два села, в очередших федеральную программу устойчивого развития сельских территорий на период с 2013-2017 и до 2020 года для ознакомления с ходом строительства. В этом году по линии сельского хозяйства в Усть-Майском районе выделено 7 квот по строительству домов для молодых семей, специалистам и гражданам, проживающим в сельской местности. На сегодня по району полностью все строительные работы практически завершены на 99-98%. Я думаю, что те мелочи, которые остались, я думаю, что до конца года все завершат. И я надеюсь, что в этом году жители нашего района все-таки зайдут в свой новый дом, новое жилье. И я думаю, что в этот юбилейный год нашего Усть-Майского района, я думаю, для них будет это особым подарком в этом году, 85-летним юбилеем района. Все дома построены по современным проектам, к ним подведены все коммуникации. Большинство из них в стадии завершения. У нас каждым годом молодые семьи в списки добавляются, предоставляют заявления, документы, чтобы они тоже желающие. И граждане, свыше 35 лет, и у нас есть и работники сельского хозяйства, управление ветеринарией, желающие тоже построить свое жилище. За последнее время в разы увеличилось строительство благоустроенных жилых домов для сельских жителей в Усть-Майском районе благодаря различным федеральным, республиканским и районным программам, которые создают благоприятные условия для строительства собственного жилья. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НБК Саха, Усть-Майский УЛУС